Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных, сложных мест Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. «Если Христа распяли в пятницу, как Он мог пребывать в могиле три дня и три ночи?» Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 12 глава, 38 по 40 стих. Я прочитаю этот отрывок. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Действительно, если пятница – это день, в который умер Христос, а как мы устанавливаем, что это пятница? Евангелие от Иоанна, 19.14. Здесь сказано, «Тогда была пятница перед Пасхой и час шестый, и сказал Пилат Иудеям, «Все, царь ваш». Если Христос умирает в пятницу, то первая ночь с пятницы на субботу, вторая ночь с субботы на воскресенье, никак не получается три ночи. Так же и с днями. Первый день – пятница, второй день – суббота, а Христос воскрес рано под утро, в предрассветных сумерках. Откуда же берутся три дня и три ночи? На самом деле ответ достаточно простой. В Евангелии от Луки, 23 глава, 44 по 46 стих, мы находим такие слова. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине, и Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух мой, и сие сказав, испустил дух». Итак, мы видим, первая ночь – это сверхъестественная ночь, когда средь белого дня сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце. Вторая ночь – это с пятницы на субботу, а третья – субботы на воскресенье. Но откуда берутся три дня? Первый день – это день, в который Христос умирает, это обычный день. Второй день – это суббота, когда Христос во гробе пребывает в покое, душею сходит в ад, чтобы облистать его сиянием божества. А третий день – это когда Христос воскрес, устанавливает христианская традиция, он просиял так среди ночи, что воины от величия этого света побросали оружие, это воины, которые стерегли его гроб, и разбежались. Таким образом мы устанавливаем, что было три ночи, первая – сверхъестественная, вторая – обычная, третья – обычная. И были три дня. Первый – обычный, второй – обычный, третий – сверхъестественный. Подписывайтесь, друзья, на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. Делитесь вот этими мыслями, которые вы здесь получаете, с вашими друзьями. Рекомендуйте им тоже смотреть материалы на библейском портале «Экзегет». Каждый найдет для себя автора, который будет к нему ближе и интереснее для него. Для этого мы и создали этот портал, для этого на нем трудятся разные священники и разные миряне с хорошим духовным образованием. И, друзья, берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok